Безусловно, постарение населения во всем мире, как в развивающихся, так и в развитых странах, заставляет все больше и больше внимания уделять тем проблемам медицинским, которые сопровождают стареющий организм. И именно когнитивные нарушения – это одна из этих проблем. Можно сказать, что Украина, пожалуйста, следующий слайд, не отличается от других стран, потому что в Украине по всем прогнозам ожидается очень высокий процент людей старшего возраста. И, конечно, эти изменения в структуре населения, пожалуйста, следующий слайд, имеют огромное значение в связи с теми данными, которые были опубликованы в отчете Международной ассоциации по проблемам болезни Эльцгеймера. Причем интересно, что эти данные повторялись и в 2009, и в 2010 году. Я бы сказала, что данные ошеломляющие, потому что ожидается чрезвычайное увеличение больных с деменцией, ну, естественно, различными видами деменции. Причем, если к 2030 году ожидается больше 65 миллионов, то к 2050 году более 150 миллионов во всех странах мира. То есть данные, конечно, устрашающие. Пожалуйста, следующий слайд. В общем-то, я должна сказать, что, наверное, мой доклад в какой-то степени будет перекликаться с теми данными, которые уже были представлены в первой половине дня. Потому что, безусловно, вот эта проблема, она является очень важной. И вот интересно то, что на деменцию расходы в развитых странах значительно выше, чем на многие другие состояния, даже по сравнению с инсультом, онкопатологией и болезнями сердца. Пожалуйста, следующий слайд. И что очень важно для нас, конечно, это не имеет никакого отношения к нашей стране, но вот этот тот совсем небольшой процент, который уходит на медикаменты из распределения ресурсов, все остальные уходят на какие-то социальные вопросы и обслуживание этих пациентов, что очень важно. И, безусловно, сегодня мы еще к этому не готовы, но наша страна должна тоже стремиться к тому, чтобы мы могли обеспечить достойное существование людей с этой патологией. Пожалуйста, следующий слайд. Когнитивный спектр при старении достаточно разнообразен от абсолютно нормальных показателей до деменции. И это мы можем говорить о норме, об синдроме умеренных когнитивных нарушений деменции, при синдроме умеренных когнитивных нарушений, или как предлагает Николай Николаевич Яхно, и мы абсолютно с ним согласны в этом аспекте, что легкие когнитивные нарушения, которые требуют тоже очень серьезного и большого изучения. И, наверное, в наших странах они изучались довольно много в тот период, когда большое внимание уделялось дисциркуляторной энцефалопатии. Под влиянием различных факторов риска развития когнитивных нарушений, их комбинации, безусловно, от нормы могут развиваться различные когнитивные нарушения. Это и демографические факторы риска, и генетические, и цереброскулярные, и различные системные заболевания другие, образ жизни, психосоциальный стресс и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. И возвращаясь к хорошо известной вам вот этой иллюстрации, старение мозга в виде континиума, где мы говорим о том, что вот на уровне синдрома умеренных когнитивных нарушений, наверное, внимание должно быть обращено особенное, не допускать больных до деменции, если это удастся, конечно, потому что я прекрасно понимаю, что результаты сегодняшних исследований не дают нам возможности говорить о том, что реально существует препарат, который может остановить развитие деменции. Возможно, имеет смысл говорить о комбинации целого ряда факторов, которые в последующем могут приостановить развитие деменции. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и, конечно же, как мы с вами хорошо знаем, что главными причинами развития деменции у лиц старшего возраста это являются болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие факторы. Пожалуйста, следующий слайд для нас, конечно, самое большое значение имеют эти два момента. Это сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. Если мы будем говорить о течении заболевания, то даже по течению заболевания мы можем увидеть определенные различия в этих заболеваниях. Вот есть болезнь Альцгеймера, развивается постепенно, неуклонно прогрессирующее течение. Сосудистая деменция, вот такое ступенеобразное течение заболевания. Пожалуйста, следующий слайд. И вот это вот развитие заболевания, неуклонно прогрессирующее, постепенное, напрямую связано с теми процессами, которые происходят в мозге при нейродегенеративных заболеваниях. А в частности, развитием амилоидных бляшек и скоплением нейрофибриллярных филаментов совсем сложным патогенезом, этим патологическим каскадом. Пожалуйста, следующий слайд. И вот это то, что касается болезни Альцгеймера, и вот сосудистая деменция, такое ступенчатоеобразное течение. Следующий слайд. Если мы говорим, например, о сосудистой деменции и об инсульте, например, в стратегических зонах для развития деменции, то, конечно, может быть острое развитие когнитивных нарушений. Пожалуйста, следующий слайд. Но очень часто нам приходится иметь дело с хронической ишемией мозга, с развитием так называемой дестеркуляторной энцефалопатии, где тоже может быть достаточно постепенное развитие когнитивных нарушений. Пожалуйста, следующий слайд. И вот еще один пример когнитивного нарушения именно течения заболевания – это деменция телец-леви. Мы видим здесь флюктуирующее течение, ну и, в общем-то, с определенными симптомами, которые характерны для этого заболевания, дополнительным помимо когнитивных нарушений – это экспропирамидная патология, зрительные галлюцинации, вот такое вот флюктуирующее течение. Пожалуйста, следующий слайд. Очень важно помнить, об этом много сегодня говорила Алла Борисовна Гехт, о том, что, может, существует, в общем-то, сочетание и комбинация между сосудистой деменцией и нейродегенеративным процессом, в частности, болезнью Альцгеймера. Очень часто факторы риска развития этих заболеваний бывают тоже аналогичными. Пожалуйста, следующий слайд. И вот синдром умеренных когнитивных нарушений – это синдром, который характеризуется нерезкими признаками ухудшения памяти или общим когнитивным снижением при отсутствии деменции. Пожалуйста, следующий слайд. Вот для этого синдрома характерен определенный балл по тесту Minimental. Пожалуйста, следующий слайд. И он характеризуется, тут наблюдаются определенные изменения от показателей теста. Это, в частности, нарушается внимание счет, нарушаются определенные показатели памяти. Пожалуйста, следующий слайд. И при исследовании шкалы памяти Векслера мы видим изменения практически по всем показателям у больных с синдромом умеренных когнитивных нарушений, характеризующих как концентрацию внимания, так и кратковременную и долговременную память. Пожалуйста, следующий слайд. Это сейчас сопровождается определенными изменениями ЭЭД. В частности, снижение удельного веса в ряде отведений тета-ритма и увеличение удельного веса в ряде ритма в тета-ритме, мощности тета-ритма и снижение мощности бета-ритма в отдельных отведениях. Пожалуйста, следующий слайд. В нашем отделении достаточно много проводится сейчас исследований с больными с синдромом умеренных когнитивных нарушений. Среди электроэнцефалогиологических исследований особое внимание уделялось когнитивным вызванным потенциалам. И был предложен способ диагностики синдрома умеренных когнитивных нарушений. Это возрастная норма без когнитивных нарушений, синдромом умеренных когнитивных нарушений и деменция. Был получен патент. Пожалуйста, следующий слайд. И вот это еще исследование, которое мы, в общем-то, его уже представляли. Для нас, наверное, представляет большой интерес, что у больных с синдромом умеренных когнитивных нарушений через 3 года в 35,5% случаев развилась деменция. Если мы проанализируем состояние больных с амнестическим, неамнестическим и мультидеменным синдромом умеренных когнитивных нарушений, то мы увидим, что с амнестическим подтипом синдрома умеренных когнитивных нарушений у 55% развилась деменция через 3 года. Мультидеменным у 34,8%. Пожалуйста, следующий слайд. В то же время, когда мы отследовали группу больных без синдрома умеренных когнитивных нарушений, контрольную группу, то ни у кого из этих больных за 3 года не развилась деменция. В результате проведенного исследования была создана прогностическая, с помощью дискриминантного анализа, была создана прогностическая формула возможного развития деменции. Прогностический коэффициент, и если прогностический коэффициент был меньше нуля, то прогнозируется развитие деменции, и достоверный прогноз деменции по этой формуле составляет 92%. И вот тут перечислены те показатели, которые вошли в эту формулу. Пожалуйста, следующий слайд. И был получен патент на вот эту вот формулу тоже. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, в общем-то, мы на этом останавливались. И Алла Борисовна говорила об этих исследованиях морфометрических, в частности, о том, какие структуры могут быть вспомогательными при дифференциации и при прогнозировании перехода синдрома умеренных когнитивных нарушений в деменцию. И в частности, вот, пожалуйста, следующий слайд. Мы видим, вот коричневая – это зона риска. Эти структуры, пожалуйста, следующий слайд – это гиппокамп, это супрамаргинальная извилина и энтоториальная кора. И тут получены определенные корреляционные связи между показателями экспериментально-психологических исследований, показатели спинномозговой жидкости, в частности, наличие бета-амилоида 42, фосфорилированного тау-протеина и тау. Пожалуйста, следующий слайд. И в настоящее время проводятся такие исследования, которые являются, по-видимому, чрезвычайно важными именно при синдроме умеренных когнитивных нарушений. И показано, в частности, Петерсеном, что вот эти изменения, связанные патологические изменения в мозге, характеризующие формирование бета-амилоидных бляшек, нейрофибриллярных клубочков, изменение объема гиппокампа, они очень интенсивно начинают вести себя именно на уровне синдрома, на стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений, когда еще экспериментально-психологические показатели остаются достаточно приличными. И, в общем-то, нет таких особых, может быть, волнений, особых показаний для волнения. В то же время, по мере прогрессирования заболевания, мы увидим невероятный рост, ухудшение показателей когнитивной сферы. Пожалуйста, следующий слайд. И вот у нас тоже сейчас проводятся исследования, где мы оцениваем выраженность когнитивного дефицита в зависимости от генотипа АПАИ у пациентов старшего возраста с когнитивными нарушениями. Но это только начало работы. И вот здесь вот показано, что даже в этой группе это пациенты с синдромом умеренных когнитивных нарушений и с деменцией. И мы видим, что И4-аллель как раз вот наблюдаются у пациентов с деменцией. И я думаю, что эта работа в последующем будет иметь достаточно существенное значение, потому что можно будет проанализировать и как будут реагировать пациенты на проводимую терапию, и как они будут вести себя в последующем в плане перехода в деменцию. Пожалуйста, следующий слайд. Очень важный аспект – это наличие депрессии у больных с синдромом умеренных когнитивных нарушений и наоборот. И та ситуация, когда депрессия может скрывать когнитивные нарушения или наоборот, наличие депрессии, в общем-то, может быть депрессия и не быть когнитивных нарушений. Эти пациенты требуют очень большого наблюдения, тщательного обследования. Было показано, что, например, развитие амнестического синдрома умеренных когнитивных нарушений прямо связано с апатией, и, в общем-то, это является достаточно серьезным риском развития болезней Альцгеймера. И ферментгенское исследование тоже подтвердило эти данные. У тех больных, у которых была депрессия, развитие болезни деменции, болезни Альцгеймера, в частности, возникает практически в два раза чаще. Пожалуйста, следующий слайд. И, конечно, когда мы говорим о лечении таких пациентов, то мы должны иметь какую-то стратегию общую. И, наверное, первое, о чем мы должны думать при лечении таких пациентов, это о нейропротекции. Это должно при этом участвоваться антиапаптозное действие, модуляция воспалительной реакции, уменьшение концентрации свободных радикалов, модуляция активности CDK5 и GCK3-бета, которые имеют существенное значение в развитии процессов нейродегенерации, и механизмы нейрорегенерации. Это нейропластичность и нейрогенез. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, конечно, в связи с этим нас, безусловно, интересует такой препарат, как церебролизин. Наверное, многие из присутствующих здесь имеют свой опыт применения этого препарата с достаточно положительным эффектом. Однако сегодня, по-видимому, можно думать и нужно думать о возможном сочетании этого препарата с другими препаратами. И вот комбинация может быть, приведет к более положительным эффектам еще. Ну вот действует церебролизина. Это нейропротекция, нейрорегенерация. Пожалуйста, следующий слайд. Нейрозащитное действие, нейротрофическая стимуляция. Следующая, пожалуйста. Нейромодуляция, нейромонологическая регуляция, метаболическая регуляция. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и вот еще хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что церебролизин вовлекается в интимные процессы развития нейродегенеративной патологии мозга. Нейродегенеративной патологии, в частности, P35 и CDK5. Вот он предупреждает развитие патологического компонента P25, CDK5, которые прямо участвуют в нейродегенеративных процессах. Пожалуйста, следующий слайд. И предотвращает гиперфосфорилирование и неправильное фосфорилирование ТАО-протеина. Пожалуйста, следующий слайд. Использование церебролизина повышает способность к обучению, увеличивает плотность синапса и замедляет процесс формирования бета-амидлоэда. Замедляет процесс нейродегенерации. Пожалуйста, следующий слайд. У нас тоже были проведены исследования с церебролизином и как с синдромом умеренных когнитивных нарушений, так и практически все пациенты, которые поступают к нам в отделение, получают курс лечения церебролизином, все пациенты с деменцией. Получены положительные результаты даже через 10 дней лечения. Пожалуйста, следующий слайд. Еще один препарат, который в связи с этим представляет определенный интерес, который был изучен в России очень тщательно, это Танакан. И препарат этот имеет многоуровневый механизм действия на молекулярном уровне, на клеточном уровне, обладает антиоксидантным эффектом, обладает антиэмилоидогенным действием, пластическим и нейромодулирующим эффектом. И оказывает также нейропротекторное действие. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, что очень важно, с моей точки зрения, очень интересно, то, что Танакан регулирует нормальный процессинг превращения белка предшественника амилоида в бета-амилоид, превращение в нормальный процессинг белка предшественника амилоида. В частности, он активирует альфа-секретазу, которая как раз и ответственна за этот нормальный процессинг. Не через бета-секретазу, а именно через альфа-секретазу. Пожалуйста, следующий слайд. И у нас были проверены лечения больных с синдромом умеренных когнитивных нарушениями с Танаканом и получено положительное действие. Через три месяца лечения, пожалуйста, следующий слайд. Это был мини-ментал. Это в данном случае показатели методики исследования памяти по Векслеру. И, в общем-то, получены положительные результаты. Мы назначаем тоже этот Танакан на длительный период. Пожалуйста, следующий слайд. И вот, собственно говоря, ради чего я хотела сегодня с вами поговорить о Танакане. Это ГАДАШ-исследовании. Пожалуйста, следующий слайд. И вот было проведено очень такое серьезное исследование. Изучение эффективности Танакана для профилактики деменцию пожилых, предъявляющих жалобы на нарушение памяти. И вторичными целями было эффективность лечения существующих когнитивных нарушений, определение времени начала деменции, наличие прогрессирования макулодистрофии, эффективность при лечении головокружения и расстройства равновесия, количества падений и смертность. Пожалуйста, следующий слайд. И это исследование было многоцентровым, двойное слепое рандомизирование. 12 центров во Франции приняли участие в этом исследовании. Танакан назначался 120 мг 2 раза в день. Или назначалось плацебо. Но были применены достаточно серьезные методы оценки когнитивных нарушений, ну и методы оценки деменции, и методы оценки нарушения равновесия. Пожалуйста, следующий слайд. Исследование было длительным, но оптимально это было 4 года. Пожалуйста, следующий слайд. И было показано, что статистически значимая разница между частотой возникновения болезни Эльцгеймера в группе плацебо и в группе пациентов, принимавших Танакан. И это исследование изучалось именно в группе тех пациентов, которые получали Танакан не менее 4 лет. Ну вот получены эти результаты. Пожалуйста, следующий слайд. И особенно статистически значимая разница была между частотой возникновения болезни Эльцгеймера у мужчин в группе плацебо и в группе Танакана. Пожалуйста, следующий слайд. И первичный критерий эффективности предупреждения развития деменции Эльцгеймера с того типа не было достигнута в общей популяции участников исследования. Достигнуто только у пациентов, которые получали Танакан в течение не менее 4 лет. Исследование ГАДАШ является важной отправной точкой будущих исследований болезни Эльцгеймера и стратегией ее профилактики. И, в общем-то, что очень важно, что компания EPSEN планирует передать, ну, наверное, уже передала уникальный банк биологического материала французским ученым. Пожалуйста, следующий слайд. Конечно, мы с вами часто и много говорим о тех изменениях в мозге, которые происходят при нейродегенеративных, сосудистых нарушениях, приводящих к когнитивным нарушениям. Но, в общем-то, в результате вот тех вот процессов, которые происходят в мозге, наблюдаются нейромедиаторные нарушения. И нейротрансмиттерные нарушения, по сути дела, являются именно теми нарушениями, которые приводят к когнитивным нарушениям. Пожалуйста, следующий слайд. Вот сейчас я бы хотела с вами поговорить, наверное, я редко говорю об этом препарате и о дофаминовой системе в рамках вот возможностей когнитивных нарушений. Это дофаминовая дисфункция основы возрастных когнитивных нарушений. Дофамин составляет 50% всех нейротрансмиттеров в центральной нервной системе и вовлечен в процессы двигательной активности, восприятия и запоминания, внимания, мотивации, настроения. К 70-ти годам, начиная с 20-ти лет, уровень дофамина снижается на 40%. Пожалуйста, следующий слайд. Роль дофамина в когнитивной деятельности. Ну, есть два мезолимбических путь и мезокортикальный путь, которые участвуют в процессах памяти, внимания, концентрации. Ну и мезолимбический путь – это эмоции, настроение, мотивация. Пожалуйста, следующий слайд. И вот на данном слайде представлена модель дофамина на синаптическом уровне. Это в возрасте до 30 лет. Пожалуйста, дальше. Дальше, 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 пожалуйста. Пожалуйста, дальше. И с возраста мы видим изменения дофаминологической системы. Это нейрональная потеря при синаптических терминалях, снижение синтеза энзимов и активности механизма обратного захвата дофамина, усиление и разрушение молекул дофамина МААБ, снижение чувствительности полсинетических D1 и D2 рецепторов. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и с возраста мы видим даже так уже наглядно. Пожалуйста, дальше. И существенные изменения в обмене дофамина на синаптическом уровне, что, в общем-то, и обусловливает целый ряд, пожалуйста, дальше. Дальше, тех симптомов, которые возникают при недостаточности дофаминовой нейротрансмиссии. Возрастные изменения дофаминергической системы. Это связь между возрастом и количеством D2 рецепторов. На данном слайде мы видим. И стратегия, направленная на улучшение дофаминергической функции мозга, позволяет улучшить моторные и когнитивные функции пожилых пациентов. Пожалуйста, следующий слайд. И роль нородреноринов в когнитивной деятельности. Это концентрация внимания, лучшее запоминание эмоционально окрашенных событий или информации, бодрствование. Пожалуйста, следующий слайд. С возрастом происходит снижение к киносинора дренорологических нейронов при сохранном их количестве. Дальше, пожалуйста. И вот этот препарат Проноран, который хорошо известен в России. И, в общем-то, я остановлюсь на том исследовании, которое было проведено под руководством Николая Николаевича Эк-НО. Ну, этот Проноран – это агонист Д2-Д3 рецептора и антагонист Альфа-Д2 адренорецептором. Восполняет дефицит дофаминергической медиации, улучшает нородренергическую передачу и обладает дополнительным ноотропным эффектом. Пожалуйста, дальше. Влияние Пронорана на Д2 рецептора сосудов головного мозга, а также стимуляция в освобождении антиталиального ЭНО обеспечивает его сосудорасширяющий эффект. Это обеспечивает улучшение церебрального кровотока, усвоение глюкозы и кислорода, а также защиту мозга от ишемии. Пожалуйста, дальше. И вот в России было проведено исследование Прометей, программа изучения эффективности Пронорана при синдроме умеренных когнитивных нарушений. Заключалось в том, что Проноран назначался самостоятельно, а также совместно с сосудистой или метаболической терапией. Пожалуйста, дальше. И было показано достоверное улучшение когнитивных функций уже на 12 неделе. Пожалуйста, дальше. И не было получено отличий между терапевтическими группами при монотерапии и при комбинированной терапии. Пожалуйста, дальше. И Проноран также положительно влиял на целый ряд других симптомов, которые характерны, например, для дистеркуляторной энцефалопатии. Пожалуйста, дальше. И была показана отличная переносимость. Дальше. И 83 пациента изъявили желание продолжать лечение Пронораном. Пожалуйста, дальше. И вот по мнению исследователей, достаточно одной и таблетки в сутки дальше. Пожалуйста. В настоящее время мы также практически уже завершили исследование по применению Пронорана у больных с синдромом умеренных когнитивным лечением. Было показано через 3 месяца и даже через месяц у ряда больных улучшение целого ряда показателей когнитивных функций, в частности, минимум, стоит экзаменейшн. Пожалуйста, следующий слайд. И показатели исследования памяти по методике Вексера. Пожалуйста, дальше. В данном случае то же самое. Мы видим, что это улучшается целый ряд показателей концентрации внимания, кратковременной, долговременной памяти. Пожалуйста, дальше. И вот на данном слайде, ну это индивидуальные значения, мы хотели показать увеличение удельного веса альфа-ридмов у НВГ под влиянием лечения Пронорана. Нужно сказать, что мы сейчас анализируем получаемые данные. И среди тех пациентов, которые у нас получали Проноран, были пациенты как с амнестическим синдромом умеренных как непреимущественно, так и с неамнестическим и мультидеменным. И у нас складывается впечатление, что, безусловно, более эффективен при мультидеменном или неамнестическом синдроме умеренных когнитивных нарушений. И, в общем, это, безусловно, согласуется с данными, полученными ранее, в частности, в исследованиях Николая Николаевича. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Ну, это, и не буду подробно даже останавливаться. Вы хорошо знаете еще один подход, очень существенный. Это влияние на глутамотергическую нейротрансмиссию. Пожалуйста, дальше. И вот холинергическая система. Нарушение холинергической нейротрансмиссии является тоже чрезвычайно важным в развитии вот когнитивных нарушений при старении. Пожалуйста, следующий слайд. Мы еще вот в предыдущем, наверное, о своем докладе, я, как правило, всегда говорила о том, что вот предшественники ацетилхолина не используются широко, по крайней мере, в лечении этих пациентов, потому что те вещества, которые были разработаны, они плохо проходят через гематоэнцефалический барьер. Пожалуйста, следующий слайд. Но на самом деле предшественники холина – это является очень важными веществами. Они обеспечивают восстановление фосфолипидов клеточных мембран, эффективны при многих неврологических заболеваниях, включая ишемический геморрагический инсульт, черепно-мозговую травму, ну и в настоящее время существует достаточная доказательная база этим эффектом препарата. И вот в настоящее время в Украине появился глиотилин. В России этот препарат был раньше, его привозили часто из России. Экзогенные средства, которые в организме превращаются в холин – это глиотилин. Восстановление и синтез фосфолипидов клеточных мембран, синтез нейромедиаторов ацетилхолина и дофамина. Пожалуйста, следующий слайд. И механизм действия ацетилхолина – это в результате улучшения синаптической трансмиссии. Пожалуйста, следующий слайд. И дальше. Вот было показано, что глиотилин, ну, в данном случае написано «самоеэффективное предшествие». Ну да, если говорить об предшественнике холина, то да. Глиотилин – самый эффективный, самый изученный предшественник холина в лечении когнитивных нарушений. Пожалуйста, следующий слайд. И вот центральное холинергическое действие глиотилина трансформируется в свободный холин, повышает уровень ацетилхолина в гиппокампе и стриатуме, и в органах с постганглионарной парасимпатической иннервацией, повышает активность холинацетилазы, особенно в структурах гиппокампа, увеличивает плотность М1-холина рецепторов в гиппокампе, сохраняет их кластерную структуру, не влияет на численный состав М2-рецепторов, снижает возрастные потери волокон по Оркинье в мужичке. Пожалуйста, следующий слайд. И вот глиотилин – это уникальный предшественник холина и перспективный нейротрофический препарат. Улучшает синаптическую нейротрансмиссию, доказанная эффективность при сосудистой деменции болезни Эльцгеймера, защищает мозг от повреждений и уменьшает выраженность когнитивных, сенситивных и двигательных расстройств при остром инсульте. Пожалуйста, следующий слайд. Я считала возможным остановиться на этом препарате, потому что он буквально вот сейчас появился в аптечной сети Украины. Так что, в общем, можно, наверное, использовать его. Ну и хорошо нами известны ингибиторы ацетилхолина это именно те препараты, которые в первую очередь используются для лечения деменции, как альцгеймеровского, так и сосудистого типа. Ну, безусловно, интересным и важным, наверное, является изучение эффективности этих препаратов при синдроме умеренных когнитивных нарушений. В общем-то, эти исследования проводятся, и только нужно будет проанализировать в перспективе эффективность этих исследований, применение ингибиторы ацетилхолинастераза на стадии синдрома умеренных когнитивных нарушений. В настоящее время пока не показано, что эти препараты могут предотвращать развитие деменции. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, в данном случае это результаты наших исследований. Дальше, пожалуйста, это не нужно. Это вот дальше, дальше. И вот у нас проведено, ну, постоянно мы используем этот препарат, данный пазилогидрохлорид, и показано целый ряд улучшений показателей как когнитивных функций, так и поведенческих характеристиков пациентов с деменцией. И, безусловно, когда мы говорим о лечении когнитивных нарушений, введении пациентов с когнитивными нарушениями, мы должны всегда помнить о факторах риска, которые приводят к развитию когнитивных нарушений. И, как мы говорили с вами в самом начале, что именно комбинация факторов риска являются запускающие моменты в развитии когнитивных нарушений. Лечение должно быть сфокусировано на факторах риска. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, и чрезвычайно важно, и сейчас большое внимание уделяется как физической, так и умственной активности вообще людей старшего возраста, и в частности тех, которые страдают синдромом умеренных когнитивных нарушений и деменцией. Ну, тут, естественно, в каждом конкретном случае может быть свой особый подход. Благодарю за внимание.